Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Мэри Геймс. Сегодня мы продолжаем играть в секрет Генри. Благодаря Жасмин, у нас лучшие места в зале. Я под впечатлением. Она, наверное, одной из первых купила билеты. Я даже боюсь спросить, сколько она заплатила. Мы почти в первом ряду в зоне VIP. От сцены нас отделяет только коридор для охраны. Я почти уверена, что отсюда смогу очень отчетливо увидеть черты его лица. И думаю, что он тоже меня увидит. Мне не очень уютно от мысли, что он сможет меня увидеть. Я-то думала, что смогу смотреть на него, оставаясь незаметной. Зона перед сценой уже забита. В основном это девушки. Многие из них держат на готове плакаты и транспаранты, чтобы их развернуть в нужный момент. Я вся на нервах и напряжена до панической тошноты. Теперь я далеко не так готова, как думала. Черт побери, мой любимый человек выйдет через несколько минут на сцену под аплодисменты тысячи девушек. А я его уже семь дней как не видела. Это были самые ужасные семь дней в моей жизни. Мне придется смотреть на него издалека, хлопая в ладоши. Ничего себе! Ты, кажется, вся на нервах. Да, признаюсь, есть немного. Зал наполнил такой энергией. Да, действительно. Это всегда так. Начинает играть группа на разогреве, на которую я не обращаю ни капли внимания. Я совсем их не слушаю. Я слишком жду появления Генри, а он где-то здесь и собирается выйти на сцену. В очередной раз он так близко и так далеко. Свет снова зажигается, и я продолжаю оставаться сосредоточенной. Было так круто, да? Как они тебе? Лайла? Ах, да. Они были просто супер. Я предваряюсь, что очень рада происходящему. Но на этот раз она слишком подалась всеобщей эльфории, чтобы заметить это. Ожидание длится бесконечно, и я на грани нервного срыва. Наконец свет гаснет. Публика взрывается диким ревом. Боже мой, я сейчас умру. Звучат первые аккорды, и появляется фантастическая светомузыка. Возникает пять застывших на месте танцоров. Вдруг я слышу его. Он начинает тихонько петь. У меня мороз по коже. Может, это влияние концертного зала, обстоятельств и того, что я знаю, что это Генри, или всего вместе. Но насыщенность происходящего зашкаливает. Пол сцены раскрывается, и Джей возникает посередине с гитарой в руке. Шоу начинается. Зал в истерике. Я загипнотизирована. Джей полностью отдается сцене. Он реально получает удовольствие от своей работы и проживает каждый миг на все 200%. Жасмин рядом со мной теряет контроль над собой. Я не отвожу глаз от сцены и от него. Танцоры крутятся вокруг нас, а в самые важные моменты он исполняет довольно сложную хореографию вместе с ними. Оказывается, он еще и хорошо танцует. В этот момент я вспоминаю неловкого и неуклюжего Генри, танцующего со мной медленный танец. Он не только хороший танцор, но и хороший актер. Но, находясь здесь перед ним, я не могу на него сердиться. Первая песня заканчивается под гром аплодисментов битком набитого зала. Внезапно освещение приобретает другие оттенки. Танцоры и музыканты покидают сцену, оставляя ее почти пустой. Атмосфера меняется кардинально. Я чувствую, как меня накрывают эмоции. Он приветствует свою публику, в то время как прожекторы освещают зал. И в этот момент он замечает меня и выдерживает мой взгляд. У меня мурашки по коже. Мне не хватает воздуха. Джейн начинает говорить с публикой и благодарит всех за то, что пришли на концерт. Сегодняшний вечер особый. Я сочинил новую песню специально для этого вечера. И эта песня для вас. Он снова находит меня в толпе и задерживает на мне свой взгляд. Случалось ли вам ошибаться? Я все время ошибаюсь. Прожекторы освещают фортепиано на сцене, которую я там только что незаметно установили. Продолжая говорить, он направляется к фортепиано, садится перед ним, и публика взрывается. Но есть такие ошибки, которые ранят наших любимых людей. Слова, жесты, поступки, о которых мы сожалеем, и которые имеют серьезные последствия. И я допустил одну из таких ошибок. У меня колотится сердце, и я начинаю дрожать, как листочек. Взяв первые аккорды на этом замечательном фортепиано, он начинает петь. Уже неделю плачет душа и сердце мои. Ночные раздумья заменили сны. Семь дней я о прошлом жалею. Семь дней тобою болею. С тобой моя жизнь наполнилась смыслом, а ранам прошлого пришлось зажить. О, как я хочу с тобою быть. О секрете забыть и тебя любить. Неделя разлуки, и я люблю все сильнее. Ты тот шторм, что качает меня, я пьянею. Страдая от слов, что бросил тебе, я прошлое наше оставил в мечте. О, как я хочу с тобою быть. О секрете забыть и тебя любить. Я словно во сне, на бесплодной земле, взываю к тебе. Уже неделю как разум оставил меня, а сердце мое так хочет тебя. О, как я хочу с тобою быть. О секрете забыть и тебя любить. У меня из глаз льются ручьем слезы. Он спел на французском специально для того, чтобы я поняла. В зале раздалась последняя нота, и покоренные зрители отвечают грохотом аплодисментов. Но я не двигаюсь. Эта песня, она написана для меня. Я больше в этом не сомневаюсь. Он не отводит от меня глаз даже для того, чтобы посмотреть на клавиши. Это самое красивое признание в любви, которое только можно услышать. Боже мой, значит он тоже мучился, как и я? Лайла, ты в порядке? Подруга смотрит на мое лицо в слезах, которые я четно пытаюсь вытереть. Удивительно. Эта песня так отражает ваши отношения с Генри. Я понимаю, почему ты в таком состоянии. Я... Мне нужно выйти на свежий воздух. Мне это просто необходимо. Я пойду с тобой. Нет, и речи быть не может. Мне нужно побыть одной. Я никогда не посмела бы заставить ее пропустить даже несколько минут концерта. Джей приветствует зрителей и выходит за кулисы. На его месте появляются музыканты из его группы. Я встаю и направляюсь к выходу, чтобы справиться с нахлынувшими на меня эмоциями. Мне необходимо его увидеть. Не потом, а сейчас. Я подхожу к выходу за кулисы. После сильной эмоциональной встряски дыхание снова нормализуется. Я пересекла зал, пробежав вдоль рядов. Потом кое-как протиснулась сквозь вопящую толпу фанатов. Но все-таки добралась сюда. В этот пустынный проход. Теперь меня от Генри отделяет только армия охранников и разный персонал. Извините, пожалуйста, извините. Один из охранников неохотно решает обратить на меня внимание. Что, мадемуазель? Я использую свой единственный козырь. Мне нужно поговорить с Антуаном. С кем вам нужно поговорить? Да, с Антуаном. Передайте ему, что здесь Лайла. Прошу вас. Охранник недоверчиво смотрит на меня. Он удивлен, что я спрашиваю Антуана. И в особенности тем, что я настаиваю на этом и говорю свое имя. У вас имеется при себе удостоверение личности? Конечно. Нет, я оставила сумку в зале. Я начинаю паниковать. Передайте Антуану, что я здесь. Извините, мадемуазель, но без вашего удостоверения личности я ничего не могу для вас сделать. Я достаю из кармана телефон и звоню Генри. Мне тот час отвечает Антуан. Лайла? Антуан! Да, это я. Мне необходимо с ним встретиться. Ты где? За кулисами справа от сцены. Подожди одну минутку. Я слышу, как один из охранников говорит по переговорному устройству, но не разбираю слов. Потом он подходит ко мне. Да, да, шатенка с зелеными глазами. Именно так. Он подходит ко мне. Извините, мадемуазель, как вас зовут? Лайла! Пропустите ее! Первый охранник не верит своим глазам. Девушка, идите прямо, и вы увидите Антуана. Меня поглощает тяжелый черный занавес, и я оказываюсь в другой толпе. Толпе танцоров, техников и персонала. Ну вот, ребят, на этом у меня все. Блин, эмоции просто зашкаливают. Я реально разрыдалась, когда читала песню Джея. И если бы я сидела с вебкой, то вы бы видели... То вы бы видели мое заплаканное лицо. Ребят, вроде начала маленько успокаиваться. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И всем пока!